Моя великая страна, с твоей свободой стена. Сводный ансамбль города-курорта исполняет композицию, символизирующую единство народов России. На центральной площади не только жители, но и гости со всей страны. Анапа была и остается детским и семейным курортом федерального значения. Я поздравляю вас от имени Федерального собрания Российской Федерации по поручению председателя Государственной Думы Володина Вячеслава Викторовича. Спасибо вам за оздоровительный сезон, потому что Анапа сегодня – это здравница России. Самая главная здравница России. Я думаю, что все те вложения с нашим мэром Юрием Федоровичем, которые мы сегодня делаем, эта совместная работа, плодотворная работа законодательной и исполнительной власти на данный момент проявляется в новых скверах, новых музеях, новых детских площадках, новых спортивных сооружениях. Анапа приняла участие в организации и проведении мирового футбольного первенства. В муниципалитете появились два стадиона мирового уровня. Их уже опробовали участники финала Всероссийского фестиваля «Большие звезды светят малым». Вице-губернатор Сергей Болдин зачитал поздравления главы региона Вениамина Кондратьева. Он назвал Анапу одним из спортивных центров края, а также инвестиционно-привлекательной территорией. Вместе с тем это требует дополнительных вложений в социальную сферу. Я люблю Анапу, люблю анапчан и максимально постараюсь все сделать для того, чтобы все вопросы, которые у нас есть по школам. Сейчас мы в этом году планируем начать две школы. У нас строится садик в Суко, у нас строится садик на Крымской, на выходе садик Алазурный на Анапском шоссе. Мы начинаем строительство садика в хуторе в Воскресенском. Мы постараемся максимально, максимально ускориться и сделать все для того, чтобы людям было комфортно в нашем городе не только отдыхать, но и жить. Такой своеобразный прорыв напрямую связывают с действующим главой муниципалитета Евгений Царев, заслуженный экономист России, новый почетный гражданин города-курорта. Он работал в налоговой инспекции, а также финансистом почти три десятка лет. С приходом Юрия Федоровича, мне что-то кажется, что лучше стало меняться. Вот на набережной стало больше порядка. Меня радует то, что на сегодняшний день, вот со слов руководителя финансового органа, который сменил меня на этом посту, они заняли третье место в крае по наполняемости бюджета. Это очень серьезно. Также почетным гражданином Анапы стал Лева Багиян, который более 30 лет руководит заводом ЖБИ, занимается благотворительной деятельностью. Благодарность губернатора Краснодарского края вручили председателю первичной ветеранской организации села Субсех Виктору Мищенко. В этом году День города совпал с 75-летием со дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Мы открыли сквер боевой славы в Субсехе. Мы открыли сквер военной техники на Симферопольском Ашесе. Для того, чтобы воспитывать патриотизм у молодежи, им надо что-то показывать, чтобы они не по телевизору и не в телефоне все это видели, а видели вот так. Благодарность губернатора получили председатель Центра армянской национальной культуры Арсен Эйриян, а также координатор деятельности органов ТОС микрорайона Алексеевский Наталья Иванова. Буквально накануне Дня города Анапское территориальное общественное самоуправление заняло первое место на всероссийском правительственном конкурсе. На сцене вручают муниципальные награды за самый уютный дворик. Первое место у двора по адресу Анапа, Протапова, 60. Домовой комитет получил 130 тысяч рублей на дальнейшее озеленение и благоустройство. Портрет руководителя ТОС номер 28 Натальи Варламовой, один из 20 на доске почета. Много времени отнимает, но, вы знаете, я этим живу, мне это нравится. Когда видишь, что человек к тебе обратился, а ты откликнулся на эту помощь и выполнил то, что он сам не может, то это все-таки удовлетворение получаешь от результата работы. В том числе, благодаря активности территориального общественного самоуправления в десятках дворов появляются новые детские площадки и тренажерные комплексы, идет благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Так в общем успехе появляется заслуга каждого неравнодушного жителя. У Анапы богатая история, богато на великие исторические события. Но, тем не менее, Анапа наша сегодня молодой, цветущий, красивый город. И все это делают анапчане. Огромное спасибо всем, кто вкладывает частицу своей души, своего сердца в развитие нашего любимого города. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.